Всем привет! Меня зовут Оля и сегодня я покажу, как делать блокнот ручной работы. Для этого нам понадобится капирограф с контролируемой температурой, рисунок, который мы будем переводить, заготовки из дерева, капировальная бумага, листы, которые у нас будут в самом блокноте, ручка для перевода рисунка, скотч и крафтовая веровка. Закрепляем на нашу дощечку капировальную бумагу глянцевой стороной вниз. Потом закрепляем наш рисунок сверху. Начинаем перевод нашего рисунка с самых больших линий. Итак, мы перевели уже рисунок на нашу дощечку и готовы уже выживать нашим пирографом. Мы начинаем выживать также с самых больших линий. И самое главное, когда вы будете выживать, не надо наклоняться над рисунком, потому что дым может поразить ваши глаза и слизистую. При выжигании обязательно пирограф надо чуть-чуть прижимать к дереву, для того, чтобы сам рисунок был более глубокий и не так быстро стирался. После покрытия лаком он зафиксируется полностью. А еще первое время, когда вы выжигаете, желательно одевать маску для того, чтобы не травмировать слизистую. Наш рисунок уже выжил и можно приступать. К полному сбору нашего блокнота. Берем крафтовую веревку, собираем уже наш блокнот, внутри мы ложим бумагу, такое количество, как мы хотим, и закрепляем с двух сторон нашими дощечками. Сильно плотно завязывать не надо. И завязываем узелок. Также можно вместо этой нити приобрести специальные кольца для альбомов. Они более эстетично смотрятся. Их можно открывать и менять бумагу. Наш блокнот готов. Вы можете его при желании покрыть лаком. И это может стать хорошим подарком для ваших родных и близких.